Абаза ТВ. Время новостей. Здравствуйте. И снова трагические вести с дорог республики. В результате аварии на 24-м километре автодороги Бзыбь-Озеро Рица погибла гражданка России 1959 года рождения. Автомобиль УАЗ перевернулся на обочину утром 10 августа. Есть еще несколько пострадавших. Их доставили в Гагарскую больницу. Об этом Апсенпресс сообщил начальник УВД по Гудаутскому району Зосма Гицба. ДТП со смертельным исходом в четверг днем произошло на республиканской трассе в районе села Ачадара Сухумского района. По словам очевидцев, автомобиль Ниссан Фуга врезался в дерево и загорелся. Пожарный и спасательный расчеты столичного ПСО выехали по экстренному вызову в 15 часов 20 минут. К моменту приезда сотрудников МЧС автомобиль был полностью объят пламенем. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате ДТП один человек погиб. И еще одно ДТП 10 августа произошло на республиканской трассе уже в Гудаутском районе, пострадавшей в больнице. Между тем, по обращению руководства Гагарской районной больницы, сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сочинскую четвертую больницу россиян, пострадавших 8 августа в автоаварии в Гагарском районе, сообщает пресс-служба МЧС. На стационарном лечении в Гагарской ЦРБ осталось трое из 12 пациентов, которые пострадали в результате автомобильной аварии. Пресс-служба МВД сообщает, что по всей республике прошли рейдовые мероприятия под контролем министра внутренних дел. Ввиду пика курортного сезона и роста количества автотранспортных средств на республиканской трассе, особое внимание уделяется Гудаутскому и Гагарскому районам. Смотрите репортаж пресс-службы МВД. Рейдовое профилактическое мероприятие под личным контролем министра внутренних дел Роберта Кют и его заместителя Беслана Чкадуа прошло вечером 9 августа. Сотрудники Управления госавтоинспекции, специальный отряд быстрого реагирования и Управления экономической безопасности противодействия коррупции Министерства внутренних дел провели рейд по всей республике, особый упор делая на Гудаутские и Гагарские районы, где наиболее оживленные движения, в том числе ввиду пика курортного сезона и роста количества автотранспортных средств на республиканской трассе. Сотрудникам поручено делать упорно-разъяснительные беседы с гражданами, напоминать об ужесточившемся в сфере административных правонарушениях законе и предостерегать водителей от управления автомобильным средством в нетрезвом состоянии. Управлению автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения руководство Министерства поручено уделять повышенное внимание. Сотрудников сопровождает врач-нарколог республиканского наркологического диспансера, который проводит освидетельствование водителей. Попутно руководители проверяют работу стационарных постов, их укомплектованность. Министр Роберт Кьют акцентировал внимание сотрудников на недопущении езды гражданами на автомобилях с изотонированными лобовыми стеклами. Пленка значительно ухудшает обзорность для водителей. Темная пленка мешает заметить вышедших на дорогу людей, ухудшает обзор и повышает риск дорожно-транспортных происшествий. В случае обнаружения подобного правонарушения сотрудникам поручено оперативно реагировать и снимать пленку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наших туристов и обеспечить безопасность дорожного движения в республике. Резюмировал генерал-майор Кьют. Складское помещение загорелось на территории санатория МВО в столице. Два пожарных расчета Сухумского пожарно-спасательного отряда МЧС ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на расположенной вблизи строения, сообщает пресс-служба спасательного ведомства. Официальное сообщение. Во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации глава государства президент Аслан Бжания в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование. По предварительным данным у президента обострение мочекаменной болезни. При этом какой-либо угрозы жизни нет. Премьер-министр Александр Анква провел совещание по вопросам пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. По поручению президента Аслана Бжания правительство подготовило предложение по единовременной выплате пособия в текущем году четырем категориям семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей каждому члену семьи погибшего по категориям. Первая. На каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего в Отечественной войне народа Абхазии. Вторая. Семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии добровольцев. Третья. Семьи погибших с октября 1993 года по декабрь 1994 года добровольцев. Четвертая. Лица, имеющие право на пенсию по инвалидности и являющиеся членами семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Общее количество получателей составит 1150 человек. Выплаты будут производиться из бюджета пенсионного фонда. На совещании было отмечено, что в рамках поручений президента правительства завершает выработку предложений по повышению с 1 января 2024 года размера пенсии инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и семьям погибших в Отечественной войне. Повышение размера пенсии охватит 5062 получателя. Премьер-министр поручил завершить расчеты и представить окончательные предложения в ближайшее время. Международный комитет Красного Креста идентифицировал останки двух граждан Абхазии, пропавших без вести во время Отечественной войны 1992-1993 годов. Об этом представители МККК рассказали премьер-министру Александру Анкваб. Судмедэксперты и генетики продолжают заниматься поиском пропавших для придания работе нового импульса. На встрече обсудили создание местной структуры, которая активно сотрудничала бы со специалистами миссии, сообщает пресс-служба Кабмина. Правительство Абхазии высоко ценит вашу работу, которая носит гуманитарный характер. Для нас исключительно важно установить судьбу каждого пропавшего в результате войны человека. Это является государственной задачей, заявил Александр Анкваб, подтвердив намерение власти республики оказывать миссии всестороннее содействие. Роли добровольцев в победе в Отечественной войне народа Абхазии посвящался круглый стол в Музее боевой славы, организованный Центром стратегических исследований при президенте Абхазии. Юсуп Сосланбеков, заручившись именем своим, как представители парламента и все остальное, он вооружил 300 человек, от которых первый отряд пришел сюда. Но они тоже шли сюда с большим трудом. Вот мы знаем Юсупа, знаем Шанибова, там многих Налоева назвал. Знаем, но и были очень много людей, которые сделали очень, ну, великие дела сделали. Просто о них мало кто говорит, даже начальник аэропорта Нальчик сказал. Он вместо того, чтобы сдать Шамиля, Шамиль с оружием на самолете Ан-2, пришлось ему сесть в Нальчике, ну, с оружием в Нальчике, в мирном городе. И вот он сделал, начальник сделал так, чтобы его заправили, топливо кончило, заправили и все, и отпустили. Мы в любом случае, что бы ни случилось, как бы ни повернулась история, только вот это братское плечо, без этого братского плеча никогда мы ничего не добьемся. Я в последнее время, ну, я могу сказать, я сейчас хочу выразить огромную благодарность людям, которые не забыли. Почему я должен? Ну, просто, может быть, потому что я что-то начинал. Вот эти встречи, вот это, то, что во всех республиках они побывались, встречаются, говорят, заботиться, это очень имеет большое значение. За период войны 2300 с лишним, 2300 с лишним человек пришло здесь добровольцами воевать в Абхазии. Почти 300 погибло. Значит, многие награждены орденами, медалями и так далее, и так далее. Конечно, государство наше по мере сил и возможностей тоже старалось, несмотря на то, что менялась структура власти, менялась руководство страны, то, что возможно было делать, делалось. Буквально первые военные годы уже был организован отдых. И это продолжается, и сейчас, на вот это 30-летие победы, это тоже большое количество людей, вот через, значит, уполномоченного по правам добровольцев приглашается сюда, они приедут сюда. Значит, то есть государство делало то, что могло. Мы, например, сделали так, что с августа 2008 года семьи добровольцев, погибших здесь, стали получать нашу пенсию. Но это тоже стоило определенных усилий, надо было согласовать с российской стороной и так далее, но там мы нашли понимание, они стали получать эту пенсию. С 2009 года пенсию стали получать добровольцы, сами, которые, значит, живы, пенсионеры, там, орденоносцы, инвалиды. Они не такие большие, естественно, пенсии, к сожалению, но они есть реально. Вот то, что мы создали фонд, далеко не все нам удалось. Но я, например, счастлив, что мы смогли сделать достойную могилу Шанибова. И я хочу поблагодарить всех, кто внес свои деньги. Это были общественные деньги, государственные деньги там не тратились. Смогли сделать и надпись от благодарного абхазского народа была очень тяжелой для нас, потому что родня немножко хотела по-другому, в канонах ислама и так далее, без портрета. Но мы смогли, работая, сделать. И я считаю, это очень хорошее дело. Сейчас, значит, вот то, что мы объездили семьи по Северному Кавказу, нам помогла власть, которая выделила приличные средства, и помог абхазское морское пароходство нам. Отношение к добровольческому движению не должно зависеть от того, какая в Абхазии обстановка, тогда какая смена власти и так далее. Это не имеет значения. Мы всегда изначально одинаково должны относиться. Нам не надо проявлять активность в какой-то период, пассивность в другой период и так далее. Это не... Знаете, вот это вот все постоянно меняется, что когда куда выльется, мы не знаем. Но мы должны быть по отношению к ним постоянны. Все. Вот что я думаю. Подробнее о круглом столе, посвященном добровольцам в нашем эфире в пятницу 11 августа. В рамках ежегодного проекта летнего лагеря Ахиштрах, организатором которого является Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации, 10 августа в Абхазию прибыла делегация наших соотечественников из таких стран, как Турция, Ордания, Ливан, а также Северного Кавказа. В числе делегации очень много детей и молодежи абхазо-абазинского происхождения, среди которых абхазы – потомки выходцев из Чемчирского района, носители таких фамилий, как Эшба, Сацба, Пабба, Тарба, Кабба, Маан, Адлиба, Лацушба, Ашхаруа, Цыба. Главной целью проекта является сближение и сплочение абхазов, проживающих в разных уголках мира. В течение всех дней пребывания на своей исторической родине наши соотечественники будут наглядно ознакомлены с историей, бытом и культурой абхазов. Общее число прибывших соотечественников составляет 79 человек. В Госкомсвязи Абхазии начал выдавать электронные подписи физическим и юридическим лицам. Для госструктур получение подписи бесплатно. Предприниматели и физлицы должны будут оплачивать услуги по установленным тарифам. Стоимость начинается от 1500 рублей за регистрацию. Закон об электронной подписи был принят в 2015 году, но его реализация стала возможна после принятия новых поправок в феврале этого года. Электронная подпись равнозначна документу на бумажном носителе. Она позволит ускорить проведение деловых сделок и оказание госуслуг. Сухумское городское собрание на очередном заседании утвердило кандидатуру Автандила Аджинджал на должность директора Департамента экономики и транспорта администрации города Сухум. Утвердила отчет об исполнении бюджета за 2022 год. Также рассмотрела ряд других вопросов. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Автандила Аджинджал назначен на должность директора Департамента экономики и транспорта администрации города Сухум. Такое решение путем тайного голосования вынесли депутаты Сухумского городского собрания. Аджинджал, в свою очередь, поделился планами. Связаны они с городским транспортом и рынками. Уже ведутся переговоры по установке, по покупке, установке подсчета пассажиропотока на дворских автобусах. Ну, пока процесс на уровне переговоров, на уровне договоров. Вот примерно так. Помимо этого, еще по поручению главы администрации идет разработка, задумка, если такая производственных площадей, наиболее перспективные, на этих площадях организовать какие-то предприятия, которые нужны городу. Бесланэш бы также поделился своими планами по оптимизации доходов и расходов столицы. По его словам, в ближайшее время администрация города вынесет предложение о повышении коммунальных тарифов. По мнению мэра, это необходимо, чтобы коммунальное управление справлялось с возложенными на него функциями. Однако, повышения доэкономически обоснованных цифр не будет, так как это невозможно на его взгляд. Для того, чтобы немножко подправить, не немножко, ну так, я даже не скажу существенно, но приличным образом подправить состояние дел автобусного парка, троллейбусного управления, значит, МОПа благоустройства, которое занимается сбором и вывозом мусора, и обслуживанием парков, скверов, садов и так далее. Поэтому, я вот как-то до этого озвучил, попробовать пересмотреть, значит, тарифы и по линии ЖКХ, в том числе, разумеется, это водопровод, канализация и так далее. Поэтому к следующему заседанию, когда вы будете готовы, если вы не возражаете, мы уже в готовой форме вам их представим к рассмотрению. Также гипературное собрание, выделяющие по словам, вы будете готовы, по их данным, в прошлом году, в городе работу, в большом случае, в большом случае. Доходом, значит, он составляет сумму дохода 1,619,656,2 тысяч рублей. При плане 1,447,522 тысячи 400 рублей, что составило 111,9% выполнения. То есть, практически по всем видам налоговых платежей, ну, в общем, скажу, значит, у нас 98,9% доходная часть состоит именно из налоговых платежей. И вот эти там 1% он составляет не налоговые платежи. Это вот то, что занимается наше экономическое дело, аренда, госпошлина, лицензия, патентные пошлины. Это все. По всем видам налогов плановые показатели были выполнены. Еще два вопроса касались организации транспортного движения по улице Фазилии, Скандера и на перекрестке между улицами Дзидзария и Бегуа. Эти вопросы вызвали споры и были отложены для обсуждения в ходе заседания комиссии. Мария Накутова, Абаза ТВ. Первый киберспортивный турнир «А-Мейджор» стартовал в Абхазии. 13 команд сойдутся на виртуальных полях «Дота-2» в борьбе за призовой фонд в 200 тысяч рублей. Турнир организован гейм-клубом «Войд» и Федерацией по киберспорту Абхазии и проводится при поддержке мобильного оператора «Амобайл». Подробнее Надежда Боровикова. Александру Айба 19 лет. Сегодня он со своей командой впервые примет участие в киберспортивном турнире в Абхазии. В «Дота-2» Александр играет уже 5 лет. При этом признается, что он не самый опытный игрок в своей команде. У него всего 4000 часов игры за спиной, в то время как у его друзей 8000 и больше. Вообще сама суть игры максимально по-простому есть база одних, есть база других и нужно сделать так, чтобы база других была уничтожена. Это максимально, то есть отходя от всего. Но углубляясь в тонкости, то есть там, скажем, 115 героев во всей игре. Каждому герою нужно готовиться. Перемещение по карте. Это вот все можно прийти к тому, что это, грубо говоря, шахматы в современном формате. Здесь нужно понимать, что делает противник, что ты должен делать и в ответ на их новые какие-то стратегические движения. «Дота-2» – одна из наиболее популярных в киберспорте игр. Среднее количество игроков, одновременно прибывающих онлайн в 2023 году, составляет 500 тысяч человек. Кроме того, последние несколько лет «Дота-2» возглавляет мировой топ по призовому фонду. В 2021 году, например, он составил 48 миллионов долларов. В Абхазии «Дота-2» тоже одна из самых популярных игр, поэтому гейм-клуб «Воид» и Федерация киберспорта решили организовать турнир. Очень много ребят играют в компьютерные игры, там по вечерам даже, не только школьники, но и взрослые ребята, которые уже работают. И это такая возможность, не знаю, собрать своих друзей, попробовать поиграть на турнире, тем более призовой у нас прям шикарный, прям хороший уровень. А почему «Дота»? Потому что она, во-первых, командная игра. Это заключается, ну, очень много моментов именно в стратегии, именно в наработках каких-то, вот точно так же, как в футболе, просто на компьютере. И команды собираются, я знаю очень много команд, которые уже на протяжении месяца-двух сидят дома, пятером там, в голосовом канале, тренируются, нарабатывают какие-то стратегии. Призовой фонд турнира – 200 тысяч рублей. 30 за третье место, 50 за второе и 100 за первое. Плюс бонусы для лучших игроков. Поддержку организаторам турнира обеспечил сотовый оператор компания «Амобайл». Мы впервые поддерживаем такого рода мероприятия. Нам очень стало интересно, когда ребята пришли с этой идеей провести турнир. У них уже было интересное название «Амейжер», это как бы вообще про нас. Мы помогали финансово, но помимо финансовой помощи помогали в организации турнира, закупили оборудование специальное, чтобы показывать стрим на ютубе. И теперь все желающие могут смотреть онлайн за происходящим на поле. Будут комментаторы, стрим будет вообще на высшем уровне, там все графика нарисована, все дела, как вообще надо. Также мы будем вести прямые эфиры в инстаграме, сторисы грузить, так что следите все, будет очень много интересного. Турнир «Амейжер» продлится пять дней. За это время 65 участников из 13 команд продемонстрируют свои умения в тактике и стратегии, а также выяснят, кто быстрее других может уничтожить крепость противника. Я думаю, что «Рики» с «Клаком» будут намного сильнее, чем «Гримс» с «Бестмастером», и «Рики» просто со сноуболом может просто начать аннигилировать. Надежда Боровикова, Иннала Гухава, Абаза-ТВ. Государственный ансамбль народной песни и танца выступил 10 августа в Ачимчире. Концерт организован Министерством культуры в рамках республиканского гастрольного плана. Сейчас о погоде. В пятницу 11 августа в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром туман, днем преимущественно без осадков. Жаркая погода, высокий уровень Уфи. Поздним вечером местами возможен дождь, гроза. Атмосферное давление в норме будет медленно повышаться, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 21 до 26, днем от 28 до 33 градусов. Температура морской воды 27 градусов. Волнение морской воды слабая и умеренная относительная влажность воздуха от 70 до 90 процентов. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова